Приветствую вас! И ваша последняя фраза, точнее последнее слово, что вы в тупике, как нельзя лучше характеризует ваше состояние и ваш жизненный путь. Он так и называется, тупик. Этот жизненный путь так и называется, тупик. Вы целенаправленно ведёте себя в тупик, чтобы потом страдать, тем самым выполняя свой жизненный сценарий. Есть игра, такая, психологическая. Она называется, тупик. Можете посмотреть её в Интернете. О ней я, наверное, сейчас говорить не буду. Ну, потому что он не имеет в этом смысле, не имеет этого смысла пока что. Но, хотел бы сказать, хотел бы сказать, что и игра тупик, и жизненный сценарий, который у вас явно не самый лучший. Потому что, ну, если вы влюбились в женатого мужчину, да, то думается мне, что, ну вот, именно если вы влюбились в женатого, то думается мне, что это стремление к недоступности. Вот. А стремление к недоступности, это всегда занижение себя, обесценивание себя и, соответственно, возвеличивание, то есть идеализация других. То есть, по сути, это невроз. Невробическое состояние. Вот. Ну, по сути дела. По большому счёту. Что такое невроз? Невроз. Невроз, это вытеснение. Вы вытесняете свои желания, вы вытесняете свои потребности. Вот. Какое-то время вы их не замечаете вообще. Вот. Ну, а потом они дают о себе знать. Вот. И, собственно, дают о себе знать в виде таких вот действий. Которые у вас, например, есть сейчас. И действия эти, с точки зрения логики, кажутся совершенно нелогичными. Но они есть. И человеку кажется, какой я дурак, как я глупо поступаю и так далее. Нет. На самом деле ничего глупого нет. Вы руководствуете своими желаниями. Вы руководствуете своими потребностями. Вот. Только какие потребности? Это уже большой вопрос. Вы сказали про семью. Свою. Про свою семью сказали. Которую вам нужно кормить-кормить. Значит, если я ничего не путаю, то вы влюбились в женатого мужчину, а сами будучи не замужем. Вот. Но вы про это ничего не пишете. Про свое семейное положение. Вот. Ну давайте пока будем считать, что вы не замужем. Да? Ну, пока. Пока. Значит, если вы не замужем, но у вас есть семья. Опять же, кто это? Что? Если дети, это одно. Если дети, значит, были отношения с мужчиной, которые закончились. И их нужно анализировать. Да? Значит, ну, почему они закончились. Что послужило причиной разрыва. Именно та причина, которая стала основанием для разрыва, является тем же основанием для того, чтобы вы сейчас влюбились в женатого мужчину. То есть, цель одна. Вы одна. А это значит, что вы, возможно, боитесь близости. Вы боитесь близости. Эмоциональной близости. Вот. И соответственно, боясь эмоциональной близости, вы как раз таки и выбираете себе таких мужчин, которым и вы близки быть не можете. Вот. Либо вы выполняете, скажем так, программу, программу, сценария, что вы достойный страдат или недостойный, там, мужчины и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, это, опять же, нужно разбирать, да? То есть, это не точно, безусловно. Тут нужно смотреть. Так это или не так. Дальше. Вы пишите, я ревную, когда он не приходит на работу. Ревность. Опять же. Для человека, который утверждает, что он осознает свои действия, да? Несколько странно. Ревновать. Ну, то есть, вы ревнуете почему? Потому что, обувь человек или мужчина, он для вас важен. А почему вы хотите, чтобы он был вашим? Потому что вы, ну, скорее всего, тяжело переносите одиночество. Скорее всего. И если вы действительно тяжело переносите одиночество, плюс нуждаетесь в мужчине для чего-то, неважно сейчас для чего, что это уже не что иное, как ваша собственная потребность в чем-то, которую вы пытаетесь удовлетворить за счет мужчины. То есть, не за счет того, чтобы самой что-то сделать, да? А за счет мужчины. И эти желания нужно выявить. На эти желания нужно обратить ваше внимание, наконец, чтобы все-таки уже начать корректировать себя в плане потребностей, корректировать свое поведение. И вот тогда у вас начнет нормализовываться, выравниваться ваша жизнь. И ревность уйдет, и негатив уйдет, и, собственно говоря, виновать вы его перестанете, и так далее. Ведь любовь, это что? Вот что такое по-вашему любовь? Вот вы говорите, что вы влюбились. Что такое любовь? Как вы думаете? Ну, подумайте. Что для вас любовь? Что для вас значит любовь? Разве любовь, это боль? Разве любовь, это страдание? Разве любовь, это ревность? Нет. Любовь, это не страдание, любовь, это не ревность. Любовь, любовь, это желание делать человека счастливым. Правильно. Правильно. А если вы не делаете человека счастливым, то что для этого нужно? Для того, чтобы делать человека счастливым, нужно самой быть счастливым. А вы не счастливы. И поэтому вы не можете делать человека счастливым. Вот. Ну, опять же, иначе бы вы просто не посмотрели бы на мужчину своего. Иначе бы вы организовали свою жизнь так, что помимо работы было бы что-то ещё. Какие-то хобби, увлечения, какие-то дела. Но ничего этого вы не делаете. У вас даже есть элементы игры в дано, когда вы пишете, что, значит, идеи написать все представительные качества на листочке не помогают. А вы пробовали? А вы хотели этого? Вы, когда это делали, вы чувствовали, что вы делаете? Что-то мне подсказывает, что всё нет. Конечно, я могу ошибаться, но опыт мой говорит о том, что, когда люди говорят, что вот какие-то идеи не работают, они этим не занимались. Что-то они попробовали, такие, а, ну да, сейчас будет результат, и всё. Результата нет, человек такой, а, ну ладно, это не работает, всё. Что-то у него есть, у него стоит галочка, что я пробовал, я пытался, я делал, я хотел, я старался. Тоже, между прочим, игра такая есть, я же старался. Можете её в интернете посмотреть. Понимаете? Поэтому, вполне возможно, что у вас есть некая вторичная выгода от того, что вы делаете. Дальше. Дальше. Так. Вы пишите, влюбиться в другого. Вот откуда такая мысль? Вот опять же, влюбиться в другого, это, скажите, это мысль женщине 30 лет, да, по-моему, столько вам? Да. А, за 30, да. Женщине за 30, которая считает, что она взрослая и всё понимает и осознаёт. Вы считаете, что предложение и, ну, вероятность, возможность влюбиться в другого, это взрослое предложение? Вы влюбились, вам больно, у вас болезненное, можно сказать, ну, болезненное чувство. Если чувство болезненное, значит вы заинтересованы, если вы заинтересованы, есть потребности, если есть потребность, то влюбляться ни в кого не нужно. Поменяете шило на мыло и всё. Ну, будет вам, мужчина может быть взаимностью и отвечать, конечно, может быть, он и будет вам отвечать взаимностью, но счастливее от этого вы не станете. Потому что он не будет вас ценить, скорее всего, ибо вы не цените себя, понимаете? Вы обесцениваете себя, но, скорее всего, да, пытаетесь казаться лучше, чем вы о себе думаете. То есть, то, как вы о себе думаете, да, то, как вы о себе думаете, не соответствует тому, как вы себя представляете. И отсюда все проблемы. И влюбиться в кого-то не поможет. Это не доз не поможет, это очень деструктивно. Давайте посмотрим дальше, что вы пишете. Вы говорите, влюбиться в другого? Ок. А как? Аноним, вот вы серьёзно задаете этот вопрос? Как? В кого? Вы пишете, между прочим, на работе я пять дней в неделю и по восемь часов. То есть, остыть или взгляд на мой сердце вон не получается. Пять дней по восемь часов. Это ваш выбор рабочего графика. Возникает вопрос. Откуда такая постановка работает? А что, помимо работы в жизни, человека у вас ничего быть не может? Никакого хобби, никакого увлечения, никаких других дел. Ну, кроме выходных. Вот. Понимаете? Ну так, если вы себя загоняете восьми часовым рабочим днём пять дней в неделю, если вы себя загоняете, да, и у вас время не остаётся ни на что другое, это говорит о том, как вы к себе относитесь, и как вы о себе заботитесь. И вот вам, пожалуйста. Отсюда и влюблённость в начальника. Знаете? Какая история. Тогда опять же, это аргумент у вас, что я по восемь часов в день работаю. Это аргумент. А в действительности, это не аргумент. В действительности, это ваш выбор. То есть, вы выбрали для себя работать столько времени. Почему это? Это уже другой момент. Это уже другой вопрос. Вы объясняете эту тему, например, что вам нужно кормить семью, там кто-то ещё. С этим тоже можно разбираться. Кормить семью надо, но если вы этим себе вредите, то кому нужна такая помощь? Дальше. Думаешь же, ну всё, ок, всё прошло. И тут опа, приходят на работу, и снова глаза влюблённой кошке мучают. А вот с чего мучают? С чего мучаете? С чем мучение? С чего хочется? Подумайте, подумайте об этом. А уволиться, ну вот. А кто семью кормить будет? Особенно семья об этом я уже говорил. А что, работать можно только по восемь часов, пять дней в неделю? И работу, вы знаете, сейчас очень сложно найти. Да нет, нет, мы не знаем. Мы не знаем. Почему сложно найти? Не сложно. Если вы знаете, чего хотите, если вы правильно себя подадите работодателям, то совсем не сложно. Откуда у вас такое представление о том, что сложно найти работу, и почему именно вам может быть сложно найти работу? Это уже вопросы для индивидуальной беседы с вами. Вот. Человек, человек, который знает себе цену, и человек, который понимает, чего он стоит, и человек, который любит свою работу, и уверен в себе, у него проблем с работой не будет. Вот. А то, что вам сложно найти работу, так это я полагаю, опять же, всё оттуда. Из самооценки и несоответствия с того, что вы о себе думаете, и с того, что вы представляете. Знаете как выглядит, как выглядит ваше сообщение? Помогите мне, да? То есть вы даже вопрос не задаете. у вас в тексте, да, у вас в тексте риторический вопрос. Один, два, два, даже четыре, четыре вопроса. Влюбиться в другого? Да, это вам решать. Это не одна вид. Как? Да, опять же, вам решать. В кого? Тем более вам решать. Кто семью будет кормить? Опять же, опять же, можно и кормить семью, и быть счастливой, и работать на любимой работе, и получать удовольствие. Все это можно. Все это можно. От того, что вы кормите семью, семья счастливее не становится. Смотрите. Тут она имеет питание, да? Ну, хорошо. Имеет питание. Лучше пусть она будет иметь менее хорошее питание, но зато будет более счастливой. И тут встает вопрос о приоритетах. Если для вас приоритет и кормить семью, то есть кормилицей выступает такой, ну вот, вот, а все же все проблемы. Вы кормилицы. А если вы женщина, то вы и о себе забудете, и о себе не забываете, и о себе оцените. А вы мучаетесь, и у вас глаза влюбленные кошки. Кстати, я прекрасно понимаю, почему. Потому что, вероятно, женщиной вы себя не чувствуете, и есть отчаянное вот это вот желание почувствовать себя таковой, и возможности такой нет, и вот только вот проекция на этого мужчину у вас появилась, да, возникла, разникла проекция, и все. И в этого мужчину вы вложили все, вот все потребности, какие у вас имеются. Но это ваши потребности, понимаете, не мужчины. Дальше. Вы говорите, мне за 30 лет, я вроде осознаю свои мысли, да, ага, даже вполне осознаю свои действия, мысли и чувства. Здесь тоже стоит вас поправить. От возраста осознание мысли не зависит. И чувств, и действия, и действия. Потому что возраст, это чисто социальный такой фактор. Именно социальный фактор. Для самого человека, вот, например, жили бы вы в пещере. Откуда вы знаете, сколько вам лет, и какой у вас возраст? Не знает. Нет, нет возраста. Возраст это то, что пришло с цивилизацией, с развитием общества. Вот. Знаете, насколько вы осознаете свои действия? Вот. Настолько осознаете, что в своих суждениях используете не своими представлениями, не личностными представлениями, а теми, что вам общество дало. Ну, и вы по-прежнему считаете, что вы осознаете себя? Сознаете свои действия? Я не случайно говорю «сознаете», а не «о-сознаете». Потому что сознание и осознание, это два разных действия. Подумайте обо всем этом. Я бы сказал, что вам рекомендуется все-таки серия индивидуальных консультаций. Вот. Потому что понятно, что вы сейчас находитесь в эмоциональной зависимости от мужчины, от человека. Вот. И самостоятельно из нее вы вряд ли выйдете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.